Неожиданным результатом закончился в Москве конкурс на поставку 90 односекционных трамваев. И вокруг этих результатов сейчас разгорается скандал. Со стороны ничего необычного, на первый взгляд. Победителем вышел холдинг Синара. Тот самый, что прославился выпуском якобы локализованных ласточек на уже давно не молодой платформе Desira. Только вот необычным оказалось то, что Синара, взяв себе в партнера Шкоду, пришла на конкурс не с реально существующим трамваем, а с картинками, рендерами будущего трамвая. И речами о сотрудничестве со Шкодой, организации производства и локализации. При том, что на данный момент нет ничего из этого. Хотя сообщается о планах по организации производственной площадки в Калуге. Итак, мы имеем на выходе производителя, который никогда не разрабатывал и не производил трамваев, взявший себе в партнеры фирму, у которой такой опыт есть. Та набросала несколько концептуальных рендеров, и с этими картинками новоиспеченный производитель трамваев заявляется на московский конкурс, не имея ни реально существующего прототипа, ни его производства, ни уж тем более сертификата. Разумеется, на это не могли не обратить внимание. Но прежде поговорим о заявленном месте производства. Им назван завод Калуга-Путьмаш, который трамваями никогда не занимался. Зато успешно производил и производит мотовозы, дрезины, промышленные тепловозы, рихтовочные машины и прочую номенклатуру самоходных путевых машин. Нет никаких сомнений в нынешних компетенциях калужского предприятия. Но есть сомнения в его компетенциях относительно производства трамваев, равно как и есть сомнения в том, что это будет полноценное производство, а не отверточная сборка, или того хуже бейдж-инжиниринг. Именно это насторожило Тамару Плетневу, депутата Госдумы от КПРФ. Она обратилась в Минпромтор с просьбой проверить, действительно ли идут работы по локализации производства, или же заявленное партнерство лишь прикрытие для отверточной сборки. Тем более, что в конце апреля 2020 года правительство запретило закупать иностранную железнодорожную и трамвайную технику для государственных и муниципальных нужд. А это значит, что иностранному производителю отныне нужно полностью локализовать производство на территории России, чтобы его продукция получила статус произведенной на территории страны и получить доступ к российскому рынку. А на сегодняшний момент в реестре Минпромторга нет никакой информации о произведенных на заводе Калуга Путьмаш трамваях. А значит, Синара и Шкода не в состоянии подтвердить российское происхождение своей гипотетической продукции. Также, как отмечают эксперты, отверточная сборка иностранной продукции несет в себе немалые риски для российской экономики. И не только потому, что такое производство – это значит дарить рабочие места и прибыль экономике других стран. Но это еще и опасность быть отрезанными от поставок импортных запчастей в случае усиления санкций. И тогда такие машины повисут мертвым грузом на шее транспортных предприятий. Впрочем, история на этом не заканчивается. И совсем недавно получила неожиданное продолжение. На сайте госзакупок был опубликован договор между Мосгортрансом и торговым домом СТМ Синара транспортные машины о поставке 90 одиночных трамвайных вагонов. И это вагоны, внимание, 71-415, производства Уралтрансмаш. То есть и без того необъяснимо странная победа Синары с картинками на конкурсе вылилась в совершенно сомнительную сделку, в которой Синара оказалась исключительно фирмой-прокладкой, под знаменами которой в Москву придут не изначально заявленные вагоны Шкода, а вагоны УТМ. При этом стоит напомнить, что Москва многие годы открещивалась от любых закупок трамваев у уральского производителя, ввиду весьма своеобразного качества их продукции и элементарного несоответствия московскому ТЗ и требованиям. Чем это все закончится пока неизвестно, хотя по логике теперь договор должен быть расторгнут и объявлен новый конкурс. Но определенно эта история уже пахнет скандалом. Говоря же о фирме Шкода, то если она действительно хочет получить часть российского рынка, то ей стоило бы перестать влезать в сомнительные кооперации и зарегистрировав в России дочернее подразделение, организовать здесь полноценное производство самостоятельно. В конечном счете Шкода этого заслуживает.